Продолжение следует... Намаскар! Вопрос в том, почему так много людей приезжают на святой путь и уходят от святой путь? В прошлом, ученики медитации, гурусы, саджи, они использовались тестироваться на святой путь. Они были уверены, что святой путь содержит все важные качества, которые позволяют ему или ему достигнуть его или его цель. Сегодня святой путь не дешевле. Всегда нужно прийти к святой путь, потому что наш интеллектуальный развитие настолько высокого, что он стал опасным. Потому что, когда вы так развивались, вы either превосходите или вы превосходите демоны. Если вы найдете святой путь в вашей жизни, то вы превосходите и превосходите и превосходите и, если вы не сделали, то это путь – это атрибут для развития сознания, то инфинит путь направлен к материальной сфере, приведет вас в более важную жизнь. И наконец сознание превосходится и также поведет потому, что есть совпадение инфинит духовного сфера внутри. И попытки реализовать, в существенном сфере, физическом сфере, делает человека демоновой. Я хочу сказать, что в прошлом, тысячи лет назад, не было абсолютной необходимости. Многие какого-то превосходили. Они прошли процесс эволюции. Но теперь это стиль мы все должны начать сегодня двигаться по спиритовому пути. Так стиль обучения другой. Горусы могут проверить 10 лет, 20 лет, пока они уверены, что все необходимые качества, мы хотим поддерживать стиль строга. Затем должны следить стиль стиль строга. Тidence стиль изначально отплыхаться на ровную стиль святой стиль Тогда мы сможем построить гармоничную общество. А так мы строим свою цивилизацию. Поэтому ученики должны учить литературе в spiritualности к дисциплинам. Так что стиль изменился. Гурсовы от прежде. Они проверили дисциплин за 20 лет. Тогда они дали инициативу. И сразу же дисциплин получил реализацию. Потому что все качества сейчас ровны. И теперь стиль разный. Вы дадите initiацию. Вы дадите первый шаг. И потом начнете практику. И в 20 или 30 лет вы получите, год за год, вы получите, один за один, некоторые реализации. Некоторые понимания. И тогда до конца реализации. Но в двух случаях, в прошлом, учителям должен иметь какие-то качества. И теперь, даже если, за границу Гуру, я даю летости на священник, я все равно буду развивать определенные качества в себе. И тогда я смогу продолжить следовать на священном пути и успеть на священном пути. на священном пути. эта серия классов про качества от disciples. Какие характеристики мы должны развиваться, и как мы должны развиваться, чтобы успеть на священном пути. Итак, шлока из-за того, из-за того, это говорит из-за того, из-за того, из-за того, из-за того, винито-шудхатма шрадхавана дхарана-кшама самарта-шча-кулина-шча-прагья-сачарита-джати эвамадхи гунайр-юкта и самарта-шча-кулина-шча-кулина-шча-кулина-шча-кулина. Он должен быть очень энтузиастичным в практике на воскресенье из-за того, это означает, что он должен быть очень энтузиастичным в практике духовных уроков. Прагья-сачарита-джати Он должен быть прагья, умный, и он должен быть добрым деятельности, и он должен быть также как джати, аскетическим человеком, это означает, что он должен быть дисциплина. Эвамадхи гунайр-юкта шишьё-бхавати наньядха Только такие люди должны быть акцеплены как духовные disciples. Вы можете представить? Один раз я рассказывал эти качества, и кто-то спросил мне, если человек имеет такие качества, почему он должен быть дисциплиной? в целом. Он уже учитель, он должен быть рекомендован как учитель. Это стандарт тантрика духовного начала. Но я хочу выбрать одну важную качество, которую я считаю супременную из всех качеств. Эта качество называется Шрадхавана. Шрадхавана означает «Есть Шрадха». Шрадха как это переводить в английском? Это санскрит слово. В английском нет параллели, нет синонимных слов. Есть много всего. В одной способе это респект, оборудование, это тоже вероятность. Да. Шрадхавана Шрадхавана ити Шрадха означает что что-то как абсолютный цель, вероятность вашего цель и направить всю твою силу, силу к достижению этого цели. Это также секрет успеха в духовном жизни есть Шрадхавана. Что это Шрадхавана? Еще интерпретацию мы можем сказать это доверие к вашему цели. Что это доверие? Есть эмоции и и есть доверие. Эмоции когда вы чувствуете в определенный момент в времени вы чувствуете какую-то увеличение, вы чувствуете что-то что-то. Но доверие это что-то. Даже если вы не чувствуете в этом моменте, вы чувствуете это самое важное что-то. я доверен на что-то. Поэтому этот доверие это называется Шрадхава. очень в современном мире эта качество исчезает слегка, слегка. и я помню что-то что-то это будет завтра и этот друг сказал что-то 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 Так в тот момент я понял что эта банка важна и мы имели много хороших Я понял что в этой культуре или обновлении этого нет элемента довоции нет как довоции что-то что вы выживает на сверху это довоция и ничего ничего нет другого но это довоция не от ничего это ест каждый день в каждой жизни есть довоция к вашим друзьям к вашим к вашим мужем к вашим мужем я отдам так если вы чувствуете и следует довоции в жизни то вы сможете следить в спиритовом 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 довоция к пути довоция к гуру довоция к идеалам к принципам это все будет так как многие люди считают медитацию как я к вообще довоция 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 мачуру давать линии мачуру ехать что довоция это довоция даже в том, что дать. В начале люди чувствуют, что медитация это для меня. Что я получу от медитации? Добрые ощущения, эффективность, может быть, моя карьера будет более успешной, может быть, моя здоровь будет улучшаться, может быть, так много вещей. Может быть, есть много, может быть, есть большая листья для медитации. Поэтому люди начинают делать это, но в самом деле это не правильно, это плохо. С самого начала это плохо. И мы также грозны, потому что мы предупредили. Как вы предупредили человека на духовном пути? Вы должны предупредили, что медитация хорошая для этого и этого. Но это не правда, это мотивация. Это не правая мотивация. И вы не сможете успешно на пути медитации с этой мотивацией. Конечно, где-то, в среднем, мотивация будет менять. Я видел людей, они начали для очень грустных причин, делать мотивацию. Но где-то, где-то, в том числе, потому что это психо-спиритулярно-физический процесс, который происходит внутри вас, тогда ваш мозг полностью расстрактирован, и мотивация меняет. Вы обнаруживаете легче, блескновенные, более красивые мотивации в жизни, и вы изменяете. Это тоже случилось, я видел. Но эта очень мотивация неправда, что я получу что-то. Если вы думаете, что вы получаете, то вы потеряли. то, что мы должны делать медитацию как часть нашей обязанности для себя. Это я. Это я. и я. И я. И я. и я. my Supreme consciousness has created me. Has given me this body. Has given me this dharma, this nature to expand towards infinity. Это моя обязанность к нему, чтобы исполнить его ожидания, чтобы делать этот садхана, чтобы делать этот процесс. В медитации, когда вы думаете, что мы хотим так много вещей от Бога, «Год, дай мне это, дай мне это», мы действительно думаем, что ему дать? Что я делаю для него? В медитации, многие люди думают, что я делаю медитацию, и поэтому он должен меня защитить, он должен меня помогать. Как будто вы даете ему удовольствие. Вы делаете медитацию, «Вау, как прекрасно, все люди должны прожить тебя». И очень-очень few люди думают, что я могу дать ему. Я так благодарен. Все, что я получил, я получил от того, я получил от того, от того, что я получил. Конечно, я знаю, в Союзе люди думают, что все, что я получил, это от моего собственного садхана. Но если вы действительно глубоко анализируете, и вы найдете, где из-за inspiration приходит? Почему она приходит к вам? Вы увидите, что основа из-за из-за inspiration – это вещество внутри вас. Это вещество вещества вещества, что вы получили эту из-за inspiration, вы получили эту тенусть, вы получили этот двигатель двигаться, и получить успех в жизни. Я ожидал много из-за вещества. Но я ожидал ничего из-за себя дать ему? Можем ли я предъявляться к нему? Можем ли я способствовать его волю на этой земле? Можем ли я что-то? Можем ли я зарплатить мою жизнь служить человечеству? Можем ли я зарплатить мою жизнь двигаться на пути? Это очень важно. И если это предъявление нет, нет, то первые обстаклы, которые приезжают на пути... Вы знаете, обстаклы это место, где мы нужно выбирать между важным и более важным. Итак, с самого начала нужно решить что более важное. Что более важное? это барбер или это парк? Или это спиритулы? Это хорошо человечество? Мы должны узнать. и должны быть важными вещами в нашей жизни. Так это качество Шрадхи. Если это мы сможем успешны на духовном пути. это способ комит способ дать себя не взять из куда-то но способ дать себя это Шрадхи. Намаскар. в